Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, друзья, доброе утро. Очень приятно начать сегодняшний день с доклада на тему о роли клинических исследований и влиянии клинических исследований на лекарственное обеспечение. Собственно, да, у нас есть определенный регламент, тем не менее, в области системы принятия решений по лекарственному обеспечению, вы все наверняка его знаете, регламент, который регулирует федеральный бюджет, региональный бюджет и так далее. На чем хотелось бы подробнее остановиться, это на жизненном цикле медицинских технологий. Вы видите, что да, все начинается с разработки производства, затем доклиника, клинические исследования первой, второй, третьей фазы и затем предрегистрационная экспертиза и в итоге государственная регистрация, которая позволяет препарату обращаться за счет средств пациента. Далее, да, как правило, мы все-таки все здесь знаем о том, что в подавляющем большинстве случаев индустрия все-таки заинтересована в том, чтобы препарат на этом не останавливался, а шел дальше и обращался за счет средств государственного бюджета. Для того, чтобы этого достигнуть, необходимо проведение дополнительных исследований, дополнительных клинико-экономических исследований в частности, и о прохождении еще одного этапа экспертизы, который называется оценка технологии здравоохранения ОТЗ. При успешном прохождении данного этапа, при успешной ОТЗ, препарат включается в ограничительные перечни, дальше находит свое место в клинреках, в стандартах и так далее, и так далее, и обращается за счет средств государственного бюджета. То есть, переход от регистрации препарата к лекарственному обеспечению за счет государства, он требует определенных шагов и определенных, скажем так, аргументов, которые не всегда совпадают с аргументами, которые необходимы для регистрации препарата, и об этом мы как раз сегодня будем подробнее говорить, но прежде чем переходить к конкретике, ведем определение оценки технологий здравоохранения, это то, что есть сейчас и в Российской Федерации, работает уже. Это такой мультидисциплинарный процесс, который системно, скажем так, оценивает клинические, экономические, социальные аспекты применения лекарственного препарата и любой другой медицинской технологии, и позволяет лицам, принимающим решение получить, да, прозрачные, четкие, ясные аргументы за или против финансирования лекарственного препарата, потому что речь идет о государственном финансировании, и любое государственное финансирование той или иной медицинской технологии должно быть оправдано. Важно подчеркнуть, что ОТЗ не принимает решение, да, ОТЗ информирует лиц, принимающих решение о том, какие аргументы есть за или против. Это важный момент. Вот здесь представлены как раз-таки некоторые тритерии, по которым мы видим очевидную разницу в требованиях для предрегистрационной экспертизы и для ОТЗ. Во-первых, естественно, в подавляющем большинстве случаев, но не во всех, да, разные регуляторы, то есть разные организации проводят экспертизу. Во-вторых, главное отличие то, что для регистрации достаточно, чтобы препарат показал свою клиническую эффективность и безопасность в сравнении с плацебо. Для ОТЗ же является жизненно необходимым показать преимущество препарата в сравнении с конкурентом, в сравнении с препаратом, если, например, это онкологический препарат, сравнение с другой, таргетной терапией, в сравнении с препаратом, который уже включен в перечень ЖНОВЛП, например, спасибо. И, естественно, большое значение имеют исходы, по которым доказывается эффективность препарата. Для регистрации, как правило, это суррогатные исходы. Для ОТЗ нам все же важнее клинические или так называемые конечные исходы, о которых тоже мы будем подробно говорить. Вот здесь представлено определение клинических суррогатных исходов. То есть в чем разница между ними? В том, что клинические исходы – это те исходы, которые имеют значение как для пациентов, медицинского персонала, так и для системы здравоохранения. То есть это те исходы, которые мы можем с вами пересчитать в деньги. Суррогатные исходы – это лабораторные показатели, физикальное обследование, уменьшение уровня боли у пациента – это те исходы, которые мы не можем напрямую пересчитать деньги. То есть мы не можем сказать, насколько там, если у пациента стало меньше что-то болеть, сколько это будет стоить в системе здравоохранения. Поэтому связь суррогатных исходов с клиническими необходимо обосновывать, необходимы научные данные, которые нам подтвердят связь клинических со суррогатными исходами. Здесь я привел несколько примеров тех или иных клинических суррогатных исходов. В литературе более чем достаточно материала на эту тему, поэтому я думаю, что подробно не будем останавливаться. И опять же, реальные примеры того, как суррогатные исходы ассоциированы с некоторыми клиническими исходами, в том числе здесь вы видите при онкологии есть такие доказанные данные, в частности, при раке молочной железы. Возвращаясь к процессу выведения препарата на рынок, вы видите, что все исследования, грубо говоря, по которым препарат уже доказывает свою клиническую эффективность и безопасность, они проводятся как до регистрации, так и до начала процесса ОТЗ. Поэтому все аргументы, которые препарат может предоставить как одному регулятору, так и другому регулятору, они в принципе уже должны быть сформированы уже на этапе клинических исследований первой, второй фазы и особенно третьей фазы, естественно. И требования, как мы уже говорили, очень важно, чтобы требования уже закладывались с самого начала. То есть сейчас идет тенденция к тому, что действительно при ОТЗ нужно совершенно другое, чем при регистрации. Это есть не только у нас, это есть по всему миру. То есть предоставление аргументов при проведении оценки технологий здравоохранения, основанных на суррогатных исходах, не будет являться валидными, не будет являться релевантными для лиц, принимающих решения. Нам нужны такие суррогатные исходы, которые мы можем в рамках клиника экономического исследования моделировать и моделировать их связь с конечными исходами, чтобы их пересчитать. Либо нам нужно уже на этапе выполнения клинических исследований закладывать правильные конечные исходы, которые мы затем можем предоставить в качестве аргументации. И вот здесь я решил привести такую, на мой взгляд, интересную информацию о том, какова реальная ситуация сейчас у нас с тем, какова доля клинических конечных исходов в клинико-экономических исследованиях. Это препараты, которые рассматривались для подачи перечень ЖНВЛП и другие ограничительные наши перечни. В 2016 году здесь вы видите, что онкология везде лидирует, если по препаратам, по группам АТХ брать, если брать по нозологическим группам. Но тем не менее, даже в онкологических сферах 20-25% исследований они сделаны не на конечных исходах, что, естественно, влияет на итоговые результаты экспертизы, в итоге влияет на доступность препарата для пациентов. В других нозологиях вы видите ситуации еще более тяжелые, еще более сложные. Поэтому здесь есть поле определенное для улучшения. Ну и вот как возможно преодолевать вот эти вот барьеры, барьеры на пути к регистрации, барьеры на пути к финансированию государственного препарата. Здесь нужно, на наш взгляд, объединять консалтинговые такие моменты в единый процесс, который вот называется, скажем так, CMARO. То есть CRO мы объединяем с Market Access подходом, применяя научное консультирование на раннем этапе разработки медицинской технологии. То есть чем дальше мы идем при таком интегрированном подходе, тем меньше должна быть неопределенность в плане оценки эффективности той или иной медицинской технологии. То здесь на сегодняшний день все-таки тенденция такова, что CRO работает отдельно, консалтинг для экспертизы, для включения препарата в ограничительные перечни работает отдельно и так далее, и так далее. Поэтому мне всегда удается для медицинской технологии, для прорывной медицинской технологии, для дорогостоящей медицинской технологии выстроить такую гармоничную базу аргументов, которая будет сразу же удовлетворять запросам обоих регуляторов. Ну и научное консультирование, то, что сейчас у нас в зарубежном опыте активно работает, в частности в той же Великобритании. Научное консультирование это такая еще одна опция советов, уточнений, консультаций со стороны регуляторных органов по тому, как планировать исследования, по тому, как выбирать дизайн пациентов, исследования и так далее для индустрии с целью того, чтобы опять же эти аргументы сформировать грамотно. Ну и естественно, вовлечение ОТЗ в данные процессы, оно сейчас также есть, оно сейчас расширяется. В России, к сожалению, научное консультирование в том же варианте, в котором оно действует за рубежом, пока не применяется. Я вернусь к предыдущему слайду, потому что здесь требуется определенные сдвиги в плане экспертного сообщества, регуляторики и так далее. Тем не менее, сейчас очевидно, что так как у нас начинает работать комплексная оценка лекарственных препаратов, она введена в 61-й федеральный закон, сейчас очевидно, что и представители ОТЗ должны участвовать в раннем диалоге и в консультировании индустрии наравне со всеми другими участниками процесса, клиницистами, представителями регуляторных органов и так далее. Есть еще одна опция симуляции клинических исследований, тоже хотел бы сказать, потому что любое исследование, будь то первой, второй фазы, вы видите здесь, особенно третьей фазы, оно очень и очень дорогостоящим мероприятием является, поэтому здесь есть опять же для производителя препарата опция, например, при проведенной доклинике клинических исследований первой, второй фазы, симулировать с помощью математического моделирования, симулировать результаты третьей фазы, симулировать дальше экономическое исследование на базе того, что получилось, и затем получить информацию, опять же получить за и против того, следует ли дальше инвестировать, следует ли дальше продвигать лекарственную технологию. И в заключении, опять же, основные тезисы о том, что на данный момент у нас практика выполнения клинических исследований, она все-таки в первую очередь ориентирована на регистрацию, а не на ОТЗ, все же мы надеемся, что ситуация будет постепенно разворачиваться в сторону потребностей обоих регуляторов, потребностей обоих процессов. Ну и в заключении, в самом конце, хотел бы сказать пару слов об организации, которую я представляю, это ФГБУ Центр экспертизы и контроля качества, медицинской помощи Минздрава Российской Федерации. Здесь вы видите представлены те направления деятельности, в которых сейчас, которыми мы сейчас занимаемся, которыми мы занимаемся, естественно, в рамках госзадания. Здесь и ОТЗ, здесь и методическая поддержка разработки клин-рекомендаций, стандартов, критериев качества. Мы участвуем также в пилотном проекте по внедрению риск-шеринга в Российской Федерации, который был запущен в прошлом году. И, соответственно, здесь вы видите, имея вот такой ряд полномочий, мы имеем возможность быть внедренными в систему лекарственного обеспечения со всех сторон и представлять всю систему в целом. Опять же, кому будет интересно, всегда можно зайти на наш веб-сайт и получить больше информации. Спасибо за внимание. Спасибо, Георгий Владимирович. Вопросы у нас? Маленький комментарий, но вот Георгий сказал по поводу двух регуляторов, да, это на этапе регистрации и на этапе отбора в перечне. Но в любом случае у нас как бы с вами перечень единый, хотя он там потом разделяется. Перечень же на ВЛП. Но среди регуляторов у нас, помимо Министерства здравоохранения, есть еще один регулятор, который очень активно пытается влиять на обращение лекарственных препаратов. Это Федеральная антимонопольная служба. И вы даже знаете, что у нас Федеральная антимонопольная служба выпускает заключение о том, какие препараты взаимозаменяемы, а какие невзаимозаменяемы. И сейчас нам вот приходится достаточно жестко находиться в такой дискуссии по поводу того, на каком уровне все-таки взаимозаменяемость возможна определение. Вроде как бы мы договорились первоначально, то, что мы взаимозаменяемость определяем, и это законодательством определено на уровне международного непатентованного наименования. Но сейчас Федеральная антимонопольная служба говорит о том, что этого мало, и надо определять взаимозаменяемость на уровне мишени терапевтической. И поэтому сегодня будет выступление. Мне бы вот очень хотелось, поскольку сейчас приходится вступать в Минздраву в судебную тяжбу, потому что писать или-или, у нас с вами масса есть, да, даже в перечнях, когда у нас есть вроде бы с одинаковым механизмом действия, но препараты разные. Вот поэтому мнение достаточно интересное клиницистов. Вот те точки, которые выбираются в исследованиях, я вот правда не совсем соглашусь там с одним слайдом, что у нас идет сравнение с плацебо. Я считаю, что, ну не считаю, знаю, что в клинике, а уж тем более в отношении дженериковых или биоаналогов, конечно, идет с референтным препаратом сравнение. И даже производители в рамках препарата оригинального пытаются тоже уже сравнить, если мы хотим с вами найти преимущество в клинике. То есть, опять же, даже если механизмы действия достаточно близки. Поэтому вот мнение там докладчики будут делать, я тут увидела, вот тоже достаточно было бы интересно об этом сказать, потому что в конечном итоге то, та тема, которая заявлена Георгием, она действительно очень важна. То есть, это выбор, за что готово платить государство в последующем, и все, и остальное, что оставлять все-таки в большей степени на то, когда задействуется личное средство граждан. Это тоже очень важный аспект, потому что, конечно, вы в основном затрагиваете самую дорогостоящую группу. То есть, сейчас это самая сложная группа при отборе в перечне, потому что это действительно самая большая нагрузка на бюджет. Кроме того, мы задумываемся о том, не является ли в отдельных случаях вот это вот провозглашение таргетности, ну, некой такой маркетинговой уловкой, потому что насколько все-таки реально нужно выделять, ну, конкретные какие-то препараты, потому что персонификация и таргетность, она становится все более затратной. И, конечно, очень тяжело вот эта вот нагрузка на здравоохранение является очень критической величиной. И поэтому это очень важный такой вот аспект услышать мнение, конечно, клиницистов, которые непосредственно видят те результаты и от чего зависит выбор препарата. Поэтому спасибо огромное за начало тематики и то, что выбрали организаторы такое, потому что я думаю, что может быть даже в последующих как-то есть вот какие-то моменты, которые бы авторы выступления, они бы высказали отдельно. Спасибо.